Девушки отдыхают Настоящий веб-сериал И теперь за каждой вашей серией Наблюдают, по-моему, 350 тысяч подписчиков Это правильно? Говорите, говорите нам приятности Ребят, ну у меня первый вопрос Это ваши реальные имена Или же все-таки псевдонимы? Любаша и Аркаша На самом деле это псевдоним Нас зовут Катя и Юлиан Но так как Катя очень необычное имя Мы решили придумать себе псевдонимы А Любаша более необычная, да? Ну и все равно персонажи Немножко не соответствуют нам И поэтому они больше соответствуют, наверное, Любе и Аркаше Согласна Но мы уже прижились за год И отвлекаемся на Любе и Аркаше Ребят, это прям стопроцентная роль То есть общего с вами, как с людьми Там совершенно ничего нет Мы еще и авторы Мы же сами пишем все это И поэтому, соответственно, когда ты что-то пишешь Ты перекладываешь через свою жизнь Какие-то свои истории Или там вспоминаешь, что у тебя в детстве было И там, или что у тебя происходило И, конечно же, есть И в любом случае Мы играем это еще И поэтому мы играем через призму Своих каких-то ощущений И мировосприятия Окей, тогда у меня следующий вопрос Вы реальная парочка? Или вы все-таки только в интернете играете эти роли? Нам пишут постоянно этот вопрос в комментариях И мы на них вопрос не отвечаем Так, тогда мы просто целуемся и все Целуйтесь и все Конечно И иногда запиливайте вот эти вот ролики Когда сверху снимают кровать А вы в ней вдвоем Да, бывает Вот прекрасная актерская игра, хочу вам сказать Спасибо Ну, а как вы, да, на самом деле Как вы придумываете эти ролики? Откуда вы черпаете вдохновение? Из жизни Откуда списываете эти образы? Из жизни Мы наблюдаем и за собой И за своими друзьями И за своими родственниками И списываем все оттуда И вообще за миром вокруг Конечно Мы очень ждем ролик про радио Один телерадиоканал Нет, подожди А может мы сегодня тоже, кстати, что-нибудь Запилим Запишем Конечно, давайте А сколько вообще времени уходит на Вот именно на авторскую работу На сценарий и так далее Ну, по-разному Мы можем очень быстро По щелчку пальца придумать Что-то там пришло И мы быстро разогнали Если хорошая идея Если хорошее настроение Да, если хорошее настроение С рекламными сложнее Потому что, например Там есть какое-то определенное ТЗ Хотя мы их тоже можем быстро придумать Но иногда Идет там несогласование Несколько дней согласования Потом они присылают какие-то правки Опять их вносите Эти правки Это уже подольше Скучно Ну, конечно Интересно Нет, ну подожди Вот, что касается рекламных роликов У вас, ну, наверняка Не сразу появилась реклама Вот сколько нужно набрать подписчиков Чтобы уже пришли первые ваши рекламодатели У нас первые пришли, по-моему, на 100 тысяч Да? Вот такие вот Где-то так А на 150 пошла активная реклама Так, окей Тогда следующий Сколько времени вам потребовалось на то Чтобы хорошенечко раскрутить свой паблик Вот именно Люба и Аркаша в Инстаграме Или вы с Ютуба начали? Нет, мы с Инстаграма начали Понадобился годик Гоу Ну, это прилично Годик год сейчас имборного труда Голодный год Как его называют блогеры? На самом деле, нет Мы же выросли до 200 тысяч с мая Ну, за полгода, да Март, апрель, май, июнь, июль За 4 месяца За 4 месяца Ну, какой же год? За 4 месяца А потом сложнее стало набирать И вот уже оставшую часть времени Сколько, 8 месяцев мы набирали Еще 150 вот этих тысяч Слушайте, ну вот интересно, что вначале понятно Когда все это создается Наверняка куча там идей и так далее Для воплощения А дальше вроде бы все Откуда уже что придумать? Вроде все уже сделали Вот как с этим быть? Мне кажется, это какая-то незаканчиваемая тема Бесконечная, да? Да, она бесконечная правда Потому что, во-первых, это отношения И они постоянно могут развиваться Ты там то сходишься, то опять расходишься А в конце концов у нас могут появиться Дети и животные Все, может быть А могут быть даже дети и животных появиться Да, да Слушайте, друзья, а вот провокационный вопрос Без всякой вот этой вот фальши Я спрошу, вот когда нет вдохновения Нет-нет, да и прибегайте, наверное, к кому-то Кто для вас тоже может что-то написать Конечно, конечно То есть как бы звоните и говорите Петр Петрович, может ты написываешь? Во-первых, есть блогерские коллаборации Как минимум, которые очень полезно влияют Там и нам, и нашим друзьям-блогерам И всегда можно с ними встретиться И что-то подразогнать, написать и вместе снять Это самый простой, например, способ Самый быстрый Ну и плюс есть разные авторы Сейчас уже добавляются авторы Потому что времени становится все меньше и меньше Ну то есть либо нужно выбирать Либо ты тратишь больше времени на съемку Там на создание образов На репетист, на монтаж Либо ты занимаешься еще и сценарием То есть мы немножечко разделили работу То есть нам теперь помогают люди писать Помогают люди монтировать А, есть специальная команда, да? Которая этим занимает Сколько человек, ребята? Сколько? Ну, человек шесть, наверное То есть бюджет уже позволяет держать Ну, достаточно многочисленную команду Это не один, не два человека, а шесть Мы еще работаем в диджитале Девикос Ну, очень многие блогеры сейчас работают в диджитал Да, каких-то И мы, вот Люба Аркашик, представляем Диджитал Девико, у которого тоже есть мощности свои Которыми есть монтажеры, есть съемочные Съемочные группы И тут я, вы знаете, ребят, представлю ту часть аудитории Для которой вот сейчас это были несвязанные звуки Собранные слова и в одно приложение Обязательно после того, как мы вернемся Снова вам, дорогие наши телерадиослушатели Телерадиозрители Обязательно поговорим о диджитале Само собой Да, оставайтесь с нами О-е-е, друзья Вечерний эфир на телерадиоканале Страна ФМ Продолжается Здесь Маша, Миша, Любаша, Аркаша Именно по этому принципу мы подбираем сегодня к нам А на самом деле Катя и Юлиан Да, да, да Друзья, известные блогеры и создатели веб-сериала Любая Аркаша в Инстаграме И вот прямо сейчас предлагаю вам немножечко поиграть Подожди, подожди, Маша Я тебя перебью Давай, Миша Ты любишь это делать Да, спасибо, Маша, как и ты Ну что ж, вопрос про диджитал, который у меня был с того еще момента Вот до песенного Ребят, что вы делаете? То есть нормальным русским языком Что вы в этом диджитале творите? Видеоконтент Да, в интернет Просто создается В интернетах в этих Видеоконтент Да, да, да Лучше бы на завод пошли работать Да, да, да Лучше бы шпалы клали Нет, шутка, конечно Диджитал на этом не ограничивается, что только в интернет делают Ну это юмористический, шуточный какой-то Не обязательно любой контент И познавательный, и научный Ну, какой-то и меркантильный И при чем тут деньги? Главное, творчество Этузиазм Конечно Маша, я все, что хотел, узнал Нет, я просто к тому, что на самом деле, ребята Вот если у нас с тобой появится такое желание То вы же можете нам тоже что-то придумать, написать Как раз и даже воплотить и снять А если у вас не будет время, то это можем сделать для вас мы Маша и Миша Обращайтесь, пожалуйста Да, друзья, сейчас, кстати, у нас есть такая традиция Мы играем с гостями И так как вы Ну, наконец-то Ну, наконец-то И так как вы в Инстаграме, собственно, на всю страну, да Показываете и рассказываете об отношениях между мужчинами и женщинами Интересно, насколько хорошо вы знаете мужчин и женщин нашей страны Да И, соответственно, насколько хорошо вы вообще, в принципе, знаете друг друга Вы же как давно вместе? Сколько лет уже знакомы? Денек только, да? Да, сразу что вы Ну, годик Ну, больше полтора годика Знаю каждую родинку на его теле Какой цвет он любит? Голубой Интересно Нет, без подтекста Просто У меня тоже любимый цвет голубой Мы тоже видим, кстати, сегодня, да Один из оттенков голубого Это черный, друзья Кто смотрит Смотрите, что сейчас нужно будет делать А мы можем убрать и все равно будем отвечать И говорят Я еще хотел сказать Есть железное правило Каждый раз, когда мы здесь играем с нашими гостями Я никогда не знаю во что Поэтому вы можете воспользоваться подсказкой зала, то есть меня Да, друзья, смотрите Сейчас, Аркаш Можно я вас так буду называть? Конечно Не вашими реальными именами Как хочешь Мне так больше нравится Пожалуйста, ладно? Хочешь, придумай название какие-нибудь Нет, вот Любаш и Аркаша Все, это круто Смотри, Аркаш Я сейчас тебе буду давать всякие словечки, которые связаны с девчонками Наш женский сленг и так далее Любаш, а тебе, соответственно, все, что знают мужчины Но не совсем знаем мы Сейчас наш звукорежиссер зачет 30 секунд И ты должен за эти 30 секунд успеть объяснить это слово Любаш Но так как ты его понял Если ты его вдруг не знаешь Но будем надеяться, что ты словами, конечно У нас же радио в том числе Однокоренные можно? Нет Нет Давайте договоримся Без однокоренных Хорошо Зачем-то я усложнила сейчас правила Давай, да Итак, 3-4 время пошло Только не показывай, Любаш Так, красят им где-то на лице, по-моему Очень, чтобы прямая скула была Чтобы прямая скула была? Прямая скула была? Подворот не знаю Но это по-другому делали Может быть, вообще это самолет? А, подождите, это... Говори, ну, может быть... А, это... Я ей мужские объясняю Ты женский, ты ей женский Это женское Это женское? Это женское, да, да Ну, в общем, есть такой самолет Самолет, дельтаплан Нет, вот еще А, интересная Ракета Поздравляю Как это связано с девочками? Давай, что это за слово? Я не знаю это слово Национальность Вот люди, которые... Киркоров Кто по национальности? Он кто? Ну, да ладно Бельгийц Да перестань На Б что-то там было Конечно, давай Вот бывает... Бел... Нет, кто? Болгар Вот так Мужское слово, которое... Болгарка Молодец, умничка моя А, прависсимо! Супер! Слушайте, все, стоп, время Итак, у нас получается 1-0 в пользу кого? Катюши Конечно, Катюша, потому что правильно объяснила Секунду на каждый ответ Да, 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 на каждый О, есть где разгуляться Все, поехали Готов? Да Итак, прошу, Вильям Следующее слово, время пошло? Ну, вот то же самое вот отсюда же Тоже для лица И блестит, блестит потом Хайлайтер Да О, давай тогда сразу следующее, держи Так, счет у нас Оттуда же вот это хайлайтер, лайнер И обязательно должен быть... Он Я не знаю, что он делает Ты мне очень помогаешь Ну, что он делает Давай, Катюши, мы сейчас проиграем с тобой Быстро Предположи Предположи В общем, если вторая часть Слово связано как-то с мощью Вторая часть С мощью? Да, с мужской Силой? Да Импотенцией? А есть еще начало слова Вот, оставь силу Вторую часть слова Нормальная заяночка А первое начало Все, я запуталась Хорошо Окей, в то время это слово Консилер, господи Ну каким сложным путем ты пошел Ну что это? Я не знаю, что это Консилер? Что это за мужская сила? Прости, что ты обмесел? Это консилер А есть мужского рода? Это консилер 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 это чтобы вот эти пятна и так далее Замазывать Мешки под глазами замазывать Не, мы рассказываем, что у нас есть мешки под глазами Они же думают, что мы бабочки Ладно Давайте дальше И так, давай попробуем Ой, ну вот это сложное на самом деле Слово Но ты справишься Я справлюсь Катюш, ты потому что у нас так гений сегодня Вау! Так это классно Классно, погнали Реклама очень классная Про смываемую Эммм Мушку С ума сошел Что, про смываемую пену? Нет Вот на самом деле Есть туалетная бумага И когда она заканчивается Остается Молодец Давай дальше Давай дальше Сразу Почему это мушкует? Давай дальше Этим А можно показывать? Показывай, конечно Вот так вот делать По дереву Пушить Ну нет же Нет Этот Откуда я это знаю вообще? Я не знаю Я не могу представить Стамеска Молодец Почти Стамеска Давай еще следующее Сразу же Он, слушай, прям идеально Вот я тебя как бы соблазнила по-другому Совратила Нет, за Цепила Нет, за На лошадь еще она делает Молодец Хамут Хамут Множится на число Молодец О, ничего себе Ты решала с этой стороны А вообще хамуты Вот такие специальные штуки Да-да-да Я знаю мужские слова А кто-то женские нет Да? И не может догадаться Просто кто-то их неправильно объясняет Вот именно Спасибо Итак, давай Еще есть несколько Готов? Давайте Погнали Поехали Ну, чтобы Скулы больше казались Это используется Он вообще используется Скулы Ну, или выделение они Чтобы были Это точно для скул Румяна Нет, это вот Это название Того, как рисуют Да Кунтуринг Да Гениально Ну, как Вот видите Все Давай, бросай Все, что ты использовал Бросай Прям на пол Ох Это Что-то с щеткой Связано явно По названию Если переводить С английского И Мойкой какой-то Себя Видимо Мочалкой Мойкой, себя, мочалкой Это не только женская штука Я так понимаю А есть как Как называется Вот на люстре Вот эта сверху Штука Она называется Тремя буквами И Канделябр Нет, вот просто Еще Туда же В Канделябр Ну, вот С верхней штукой Это что? Вы понимаете, что он Очень тяжело объясняет Какая лица Но я поняла Ход его мысли Елена с вами дома поговорят Я так понял Светильник на три буквы Светильник на три буквы Первое Это Брашинг Да Молодчина Супер, супер, супер Итак Женских Давай вот это Вот это еще Попробуем Итак, три, два, один Начинай Господи, а что это? Это прилично вообще? Это прилично Можно говорить Все нормально Ну вот когда ты чем-то Что-то тебе не нравится Ты выражаешь своего А еще по-другому Вот Нет, нет Это было правильно Да, молодец Это начало А дальше Дальше Вот женская грудь По-другому Фи-си-си По-другому Так Фи-си По-другому Ну подумай Дойки Фидойки Не, американский термин Сейчас мы узнаем Как вы называете Это часть тела Американский термин Да-да-да-да Женский Брест Сонир Ты его путаешь Так, Миша, не забивай Внимание Из четырех букв Угодя Т первая Да И повторяются две буквы Тите Да Это уже четыре буквы Соедини Фи-тити Подожди Первые две буквы нам нужно только Дальше, фи Тити Фитин Я не знаю, как объясняться, догадывайся Осталось две буквы И они обе Они связаны с трубопроводом Если быть точнее А конец сразу с Новым Годом Ой, молодец Сокращенный Фитинг Молодец Ты знал это слово? Нет, фитинг слышала Так, все, 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 друзья Без этой пошлятины, давайте Оставайтесь вместе с нами дальше Только интересней, друзья Пока прервемся на небольшую музыкальную паузу Ну что ж, дорогие друзья А что же здесь у нас происходит? А что же еще может здесь происходить? Кроме как пятничный вечер С Маш Новый, с Майком Войсом И с нашими дорогими гостями Любаш и Аркаша на студии Кстати, сейчас Юлиан снимает Ты вышел в прямой эфир Нет, это просто сториз Все посмотрите у него Да, друзья, ну собственно хочется сразу же у вас спросить Может быть какие-то проекты сейчас актуальные, которые выходят И которые можно у нас проанонсировать Чтобы наши дорогие зрители и слушатели уже готовились к чему-то Слушайте, у нас на самом деле очень много друзей С которыми мы совместно снимаем ролики И не только в Инстаграм, но еще и в Ютуб То, что вы говорите, так Кстати, есть такая платформа И наши друзья придумали себе название Они называются Пацаны, вообще ребята Они снимают пародии на известные клипы Они делают просто смешные, веселые видосики И вот в субботу вместе с ними у нас выходит пародия на клип Федука Хлопья летят наверх А эти ребята, вот эти ребята, которые пацаны вообще, ребята Они имеют отношение к тому самому Вот этому Ну я не знаю, это супер мем Маша, если ты не помнишь этот ролик Пацаны, они имеют отношение? Нет, нет Жаль, ребята, жаль Когда тренировались парни и стояли рядышком там, по-моему Ну они имеют отношение к... Алкаши, что, что, да? Что, что, где? Алкаши, дворники под трек... Какой был трек, который у всех в голове был Между нами и Тайтлёд, дворниками Да, они набрали около 15, по-моему, миллионов просмотров Ролики их тоже... Обалдеть! Круто, ребят, вот мне интересно Как вы вообще, в принципе, пришли вот к тому, чем вы сейчас занимаетесь? Вы известные блогеры достаточно, но у вас ведь и телевизионное прошлое тоже достаточно богатое Да Вот, Юлиан, с какого времени ты в телевизоре? С 20 лет С 20 лет? Да, у меня был в начале проект на... по большей степени юмористические все, потому что я писал всегда И КВН был, и меня очень рано из КВНа забрали в «Бла-бла-шоу» на РЕН-ТВ был проект Помним, помним Был «Детки в клетке» на Муз-ТВ, сериал, так тоже юмористический И стереутро потом Да, я была, кстати, поклонницей Я смотрела на этих мальчишек и думала, боже мой, какие же они красивые Так, и что потом было? А потом, а потом, вот, собственно говоря, меня познакомили с Юлианом, сказали, вот этот вот мальчик вел стереутро А я порумянилась и сказала, я знаю Так, и так завязались наши отношения Я только сказала, что она смотрела, а так она сказала, я Слушайте, практически такая же история, как я попал к Маше новой сюда О, да ладно Только смотрел, наконец я здесь Смотрел, восхищался Слушайте, а ожидается что-то совместное на телевизоре? Идете ли вы по этому пути? Или все, это закрытая история? Или больше в интернет ушли, да? У нас был спецпроект на Новый год на этот, на телеканале Ю выходило три дня ролики Люба Аркаша Весь Новый год были ролики с межпрограммками между ними И потом 2 и 3 числа были уже просто нарезка наших скетчей из Инстаграма То есть ли мы для Нового года... На самом деле мы хотим захватить мир Да, и вы тоже А так, и вы тоже Нас уже четверо, Маша Так, будем объединить У нас больше шансов Ждайте впереди много-много проектов самых разных Потому что мы будем внедряться повсюду Ну да, и сейчас стараемся на Ютьюб начать Говори веселее Говори давай На Ютьюбов собираемся сейчас мы Пятница, вечер, страдай фэр Нет, ну а вот, кстати, аудитория на телеке и в интернете разная Пишут вам какие-то гадости? Или же в основном все только хороши комментарии? Гадости пишут Мои любые гадости Вы на это реагируете? Я тоже люблю гадости Я люблю гадости Я читаю Я раньше удаляла Мне потом Аркаша запретил удалять Говорит, пусть будет Это же тоже комментарии Я думаю, ну пусть будет Пусть будет Да, но нам на самом деле очень мало пишут по сравнению У нас семейная тематика У нас нет там ничего такого противного для людей Да и человечки мы хорошие Да и человечки мы хорошие Но чего нам гадать? Люди это чувствуют Что же? Ребят, а как насчет живой истории? Вот закараются софиты, ГКД, выходите вы, зал рукоплещет Уже? Нет Вы еще не начали уже булевать Любаша, неси борщ Вот это? Да Стоит диван, кастрюля Мисс, брау Это интересная мысль Стендап история вообще интересная Стендап Ну это скорее миниатюры, наверное, а не стендап Это больше миниатюры, если в нашем формате Вашими, да Видео-анекдоты Слушай, так ждать не ждать Вы так плавно На ютубе ушли Мы хотим все-таки в сериальную большую историю В сериальную В ютубе Более большую с возможностью где-то что-то отыграть Доиграть Да, вот вы не представляете Дайте я пожалуюсь Да, наконец-то Я просто устала Жалобы обиды, дорогие друзья Погнали Устала все вырезать Вырезать эмоции И ускорять Вы знаете, вот это вот бесять Да, чтобы влезть Да, меня тоже бесит И Юлика бесит Но нам приходится это делать Потому что у нас ровно минутка И вот очень хочется дать себе возможность Хорошенечко Поиграть Да, знаете, вот так вот Друзья, ну Ну и напоследок К сожалению, время у нас не резиновое Какой-нибудь маленький совет Нет, нет, нет Мы только разговорились Да, маленький лайфхак Для всех наших зрителей и слушателей Как научиться идти по жизни с юмором Как не реагировать на все эти проблемы Которые вокруг в жизни Ну-ка Есть у вас что-нибудь такое? Легко Легко Нет, на самом деле Вообще Хочу Попросить Раз и навсегда Всех, кто сейчас слушает Страной ФМ Перестать сомневаться в себе Потому что вы Самое лучшее, что вообще у вас есть И нужно себя любить Нужно себя холить Вы мысли мои читаете сейчас Я просто сижу дома И вот как я себя люблю Как я себя жалею Вот это Вот эти мысли сейчас А еще Миронов сказал Что вы когда спрашивали Что есть что-то там похожее Не похожее Да, да, да Сформулирую Миронов говорил Сегодняшнего эфира Друзья мои Будьте уникальны Не бойтесь ничего Действуйте И живите С улыбкой Спасибо большое Любаша Аркаша Ну а на самом деле Кать и Юлия Ну и конечно Маша И Майк Войс Друзья Все, спасибо Пока-пока С пятницей